По Михайловке, там отделение реанимации на карантине находится, все врачи там у нас живы, все в порядке, анализы по ним в работе. Два врача на больничном, 10 в самоизоляции, одна из трех реанимаций, которые там есть, получается закрыта. И в сосудистом отделении тоже очаг, там, соответственно, на внутри перемещена кардиология, условия другого отделения, соответственно, эта помощь там оказывается. В Камышине, в центральной городской больнице остается также сосудистая, это неврология, кардиология, закрыты на карантин, они перемаршрутизированы. Если по городу Волгограду, Волжскому, то тоже особых изменений нет. Все потоки пациентов по экстренной помощи сейчас у нас организованы, другие клиники. В Кировском районе сегодня еще очаг у нас в офтальмологии, соответственно, это отделение географически находится в другом здании от того, где ковидный госпиталь, она работала на экстренную помощь сегодня, там очаг, и поэтому потоки перераспределены между областной больницей номер 1 и 4, и там тоже не вызывает опасений ситуация. Хочу дополнить то, что сказал Николай Николаевич. На сегодняшний день у нас в области работает 10 лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус. Всего у нас исследовано с нарастающим итогом проведено 122 804 исследования, за прошедшие сутки 2805 проведенные исследования. Что хотел бы добавить. У нас федеральная служба публикует периодически рейтинги территорий по заболеваемости и как территории выходят с этой ситуации. Вот последний рейтинг, который был опубликован, наша область поднялась на четвертое место среди всех регионов. Это очень хороший показатель, и тем более, что рекомендованные показатели, которые были предложены Минздравом, у нас они все соблюдаются, и поэтому было бы хорошо на этом уровне так нам и держаться. По очагам с групповой заболеваемостью. В общем-то, мы отчитываемся перед федеральной службой по всем этим очагам. У нас было 16 активных очагов, на сегодняшний день их 8 осталось. И то некоторые очаги должны сниматься. Вот сегодня, может быть, очаг будет по психиатрической больнице, которая в селе Дворянском, Камышинского района. Может быть, снят этот очаг. Хотел бы также вас проинформировать о том, какая ситуация у нас с движением населения. То есть за последнее время мы ведем такой анализ постоянно. У нас по аэропорту количество прибывающих граждан резко увеличилось. Если буквально две недели назад летали несколько самолетов, в том числе два московских рейса и периодически с других территорий прилетали, на сегодняшний день поток увеличился. Если было там 100 человек за день прилетало, то на сегодняшний день, вот вчера, прилетело 425 человек. Максимальный был прилет 2-го числа 615 человек. Также у нас активизировались и перевозки на автобусных маршрутах. Вот у нас также, видим, идет рост. Вот за вчерашний день нам дают эти сведения. 701 человек прибыл на территорию Волгоградской области. Всем прибывающим на территорию нашей области мы выдаем предложение, где прописаны все мероприятия, которые человек должен соблюдать, чтобы самому не заболеть и, не дай бог, никого заразить. Также хочу довести до вашего сведения, что у нас в области стали проводить исследования, тестирование на антитела. На сегодняшний день проведено 561 исследование. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять лабораторий занимаются этими исследованиями. И сегодня вот тоже Мед, наш Медуниверситет тоже заявился, что он тоже проводит исследования. И если вы следите, по-моему, на сайте высоты 102 уже разместили стоимость этих исследований, то есть 800 рублей исследования. Что показывают эти исследования? Ну, пока еще, конечно, объем базы еще небольшая, чтобы делать такие выводы долгосрочные. Но, тем не менее, подтверждается, что коронавирусу вырабатывается иммунитет, и антитела обнаруживаются. Уважаемые коллеги, в связи с повышением температуры обязательное и длительное ношение резиновых перчаток привело к увеличению количества случаев заболеваний кожи рук. Ввиду того, что жаркая температура, резиновые перчатки вызывают так называемый парниковый эффект. Когда кожа не дышит, под резиновой перчаткой создается парниковый эффект. Когда повышение высокая температура, влажность и присоединяется вторичная микрофлора, то в этом случае обязательно появляются такие заболевания, как дерматиты, гненничковые заболевания, грибковые заболевания. Возникшие заболевания нарушают нормальное течение всех клеточных процессов на коже рук, что в дальнейшем приводит к ее огрублению, уплотнению, шелушению. Поэтому дерматологи принимают решение озвучить вот эти все проблемы и вынести на рассмотрение комитета здравоохранения данный вопрос штаба оперативного по смягчению режима ношения перчаток.